мы продолжаем это идеальная свадьба советы профессионалов и сегодня с нами альфина шабалина которые расскажут нам все секреты и тонкости свадебного декора расскажи пожалуйста а какие бывают из чего состоит декор вот я как человек который к этому не очень причастен просто который видит стороны я знаю что есть такой тренога на который план рассадки есть еще имена гостей и гостям тоже понять куда им идти однозначно бывают какие-то красивые цветочные композиции на столах бывают какие-нибудь фотографии висят я понимаю что большое разнообразие но если вот какие-то основные составляющие что может быть и чего не может быть какие-то основные точки ну на самом деле конечно есть там основополагающие что туда но без чего ни одна свадьба точно не обходится да такие как букет невесты там бутоньерка у жениха да там приглашения которые достаточно важны для молодоженов хотя сейчас тоже многие делают там и сайты визитки и какие-то пригласительные в плане интернет пространства но в целом то есть вот букет невесты оформление украшения пространства где сидят и находятся молодожены то есть это такой важный момент где проходят там фотографии где проходят поздравления вот но все равно в зависимости от пары у каждого у каждой пары молодоженов декор складывается из элементов которые нужны именно им потому что для кого-то основу составляют там красивые фотографии нужно фотозона сделайте фотозону вот здесь вот здесь вот здесь остальное в принципе не очень важно да есть невесты которые приходят и говорят я так люблю цветы пожалуйста можно мне создать обилие цветов мне больше ничего не надо но вот я буду утопать в цветах и буду счастлива есть люди которые хотят каких-то креативных решений давайте мы сделаем здесь там из металлической сетки нацепим туда снежинок ну то есть и будем танцевать в этом пространстве ну то есть у каждой пары свои какие-то основные элементы из которых в конечном итоге будет складываться декор и у всех они разные то есть каких-то базовых таких вещей ну не так много да есть пригласительные это не всегда как ты сказала есть там букет невесты композиции на стол на стол на столы гостей на главный стол да на стол молодоженов какое-то пространство за ними фотозона вот это наверное такое основное из чего складывается база понятно а как вот мне понять к примеру ну или нашим молодоженам которые смотрят это видео как им понять что им нужно нужно прийти какому-то хорошему декоратор чтобы им показали что бывает или нужно когда самим пофантазировать как вообще конечно нужно выбрать грамотного специалиста и дальше профессионал декоратор обязательно поможет ребятам на встрече когда начнет с ними общаться задавать им там различные вопросы да о том как они познакомились что их там сплотило и почему вообще они проводят свадьбы там определенном месте и так далее да то есть от разговоров иногда всплывает какая-нибудь деталь от которой декоратор отталкивается и начинает предлагать какую-то концепцию но есть естественно варианты когда молодожены приходят подготовленные у них значит есть какая-то подборочка вот мне нравятся букетики вот такие вот вот я очень хочу чтобы были какие-то яркие акценты например да или наоборот я хочу что-то очень нежное и мне нужно чтобы все было с акцентом розового цвета да то есть есть и такой вариант но в целом профессионал декоратор он всегда поможет и направит да потому что иногда приходят с горой идей и тебе нужно просто очень много убрать чтобы вообще получилась какая-то концепция альфин мы можем вот сейчас просто таком очень быстром short режиме short режим счет счет в быстром режиме просто сымитировать сделать небольшую имитацию встречу как будто я там не знаю жених и невеста в одном лице пришел к тебе на встречу буквально просто чтобы наши слушатели зрители поняли как ну примерно это происходит потому что для кого-то это стрессовый момент это сложно пригласили на встречу к примеру вот чего начинается общение у меня как у ведущего обычно общение начинается вопроса чего вы хотите то у вас также или есть какие-то другие декораторские штучки на встречу не могут быть готовыми молодожены на самом деле я к первой встрече стараюсь уже прийти немножко подготовленный да и если мы переписываемся например вконтакте или на в социальных сетях где-то а уже немножко пытаюсь расспросить молодоженов или может быть чтобы они что-то если есть какие-то фотографии может быть что им нравится да чтобы они скинули я посмотрела или может быть есть какая-то там цветовая палитра от которой мы будем отталкиваться да если нет в этом тоже нет ничего страшного тогда до работы происходит уже на встрече все равно обязательно я рассказываю как я работаю чтобы молодожены понимали да вот первая встреча что дальше когда мы вообще придем к пониманию того как будет выглядеть наша свадьба во вторых до начинаю расспрашивать да и предлагать какой-то визуальный контент там в плане подбора каких-то фотографий до чтобы понять портрет молодоженов психологически выяснить кто передо мной сидит что за пара да там романтичная эксцентричная может быть невеста да или там достаточно классический образ это важно понять то есть декоратор на самом деле является тоже таким немножко психологом да ну как как и как любой наверное человек нашей сферы все равно мы являемся так или иначе психологами нам нужно прочувствовать пару ну и соответственно и бюджет пары и бюджет пары тоже да да я я всегда спрашиваю насчет бюджета то есть каким бюджетом ремонт пара располагает да ну то есть понятно что многие даже не представляют сколько это примерно вот если приходят люди навстречу дает играть каким бюджетом ну мы хотели там на тысяч пять что-нибудь сделать такой красивый ты уже приехала на встречу и неудобно сразу уйти вот что ты смотри у меня на самом деле есть такой фильтр вопрос да я его называю еще до встречи он происходит чтобы ребята примерно понимали в каком финансовом диапазоне за 200 300 или подешевле нет 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 ну хотя бы хотя бы там цена отталкиваемся от чего ну то есть в данном случае я работаю от стоимости там в 50 тысяч рублей выше но сразу говорю что если мы говорим о комплексном декоре от дизайн-проекте когда ребята хотят видеть например эскизы да когда это какие-то большие зоны то скорее всего эта сумма будет больше ста однозначно если у нас есть выездная регистрация и прочее вот для кого-то декор складывается из букета невесты то есть для них это тоже декор а можно мне букет невесты и цветочную композицию тогда там я посоветую до флориста например который это может сделать но по крайней мере нам уже не нужна будет встреча на которой я буду там все все эти дали детали у них спрашивают да и мы будем тратить общее время собственно я ребят ребят мое а вот ну и соответственно есть еще такие моменты как готовые решения да когда студия декора предлагает какие-то готовые проекты ну то есть не знаю например увидели свадьбу которая уже была мы ходим точно так же вот и да то есть такие варианты тоже бывают и некоторые студии декора занимаются такими форматами это всегда немножко удешевляет бюджет потому что уже не нужно ничего там пристроить да 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 все готово то есть здесь в данном случае монтаж да ну то есть заказ каких-то цветов да там чего-то но в данном случае это все равно удешевляет бюджет вот поэтому я да уже как к встрече мои молодожены примерно понимают что да как бы уровень работы там начинается от такой-то суммы что средний чек на гостя примерно вот такой на то есть чтобы можно было посчитать вот и дальше мы уже обсуждаем на встрече обязательно обязательно примерную стоимость какую бы они хотели потратить потому что есть тот самый потолок да когда выше которого молодожены совсем не могут понять что я за декор должен заплатить миллион вы что для кого-то миллион это нормальные деньги спасибо тебе огромное спасибо это замечательный день замечательная возможность пообщаться главное чувствуете волшебство внутри себя